Турция Придумали емкое название Гетовщина Неформальная жизнь в детских лагерях Бурлила и в советские времена Прокраситься ночью в девичью палату И измазать спящих специально нагретой Чтобы не проснулись зубной пастой Возможно сейчас живы и другие традиции В общем готовили спиртные напитки По моей технологии Я там вычитал все четко У меня все был порядок полный Прямые солнечные лучи Все это настаивалось Единая система контроля комсомола Коммунистической партии за пионерскими лагерями Развалилась в начале 90-х За педагогической составляющей Сейчас наблюдает Минобразование А за организацией быта детей Качеством питания и размещением Роспотребнадзор Эти проверки посыпались нынешним летом После массового отравления детей В русском районе Подмосковья ЧП с пищевыми отравлениями В детских лагерях зафиксированы В Еврейской области И буквально накануне под Екатеринбургом Пищеблок одно из самых уязвимых Звеньев детского отдыха Квалифицированных поваров найти трудно И часто кухонных работников Набирают из жителей окружающих лагерь Распространенное же мнение о том Что на российских детях Экономят и травят некачественными продуктами Лишь в бюджетных лагерях Опровергает главный санитарный врач России Когда встречаешься с элитными лагерями Которые разговаривают с тобой Закатывая глаза и намекая Что мы тут Вот с ними-то хуже всего Вот там полный беспредел Там они считают, что если они принадлежат какой-то Очень уважаемой организации То им позволено всё Проводить эксперименты над детьми Кормить чем попало Хотя возможности кормить у них Гораздо больше Чем у вот такого Ну, вы говорите, простого лагеря Но если ещё как-то можно проследить за питанием То за воспитанием, за крохотную зарплату Порой следят совсем случайные люди Которых директора лагерей Набирают скорее от отчаяния Возможно отсюда скандалы И уголовные дела По фактам издевательств и избиений детей В лагерях под Иркутском и Анапе Ежегодно в загородных лагерях отдыхают 9 миллионов российских детей Но этих лагерей становится всё меньше И путёвки могут снова стать дефицитными Это уже стало наработанной схемой Как учреждения детские лагеря не ликвидируются Сначала их закрывают на ремонт или консервацию А потом они тихо исчезают из оборота Частных детских лагерей в России почти нет Большинство из них государственные То есть принадлежат госкому имуществу И как только детский лагерь переходит в частные руки Он почти мгновенно перестаёт быть детским Слишком хлопотное занятие, не приносящее большого дохода Гораздо прибыльнее в этих местах строить Коттеджные посёлки Или устраивать дома отдыха для взрослых Видно, что это явно затратный бизнес И прибыли, по словам бизнесмена Директора лагеря, приносят всего процентов 10 от вложенных средств Таких энтузиастов, как Тарас Кононец В России пока немного Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok